Добрый день всем, мне очень приятно находиться в Архангельске, и я вас поздравляю с ним предпринимателем. Сегодня прекрасный день. Давайте поаплодируйте себе, в конце концов, да? Буквально две секунды мое личное мнение о том, что предприниматели – это основа любого государства. Они отличаются от большинства других людей тем, что они взяли ответственность за свою жизнь на себя. И когда человек берет ответственность на себя, он формирует свое собственное представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. И наша власть, мне кажется, была бы очень сильна, если бы сделала опору на предпринимательское сообщество. Хотя другие привести пример нового. Итак, мне очень приятно, что сегодня эти, там, сколько там, минут, час и 30 минут я проведу с вами. Я постарался сделать максимально эффективное для лично, для вас, свое выступление, потому что мне бы хотелось, чтобы сегодня, тем более праздник, сделать вам несколько подарков. Подарков связанных с тем, что каждый из вас отсюда ушел немного в измененном состоянии сознания. Не в плане того, что мы сейчас будем вам предлагать разные мотивирующие способы, наливать алкоголь, там, в виде праздника. Я хотел бы, чтобы вы задумались о самых главных вопросах, о вопросах вашей собственной жизни. И мы в процессе моего выступления пройдем по ним. Итак, для буквально маленький анонс, совсем скоро запускаем проект, называется «Право на труд», где каждый человек может получить консультацию по вопросам своей карьеры. Неважно, человек работает, у него есть два состояния, либо он работает, либо не работает. И вот, начиная с студенческой скорей до пенсионного возраста, это будет интересно. Поэтому, всем вам подарок, опять же, если хотите, позвоните, попробуйте. Итак, мы сегодня начинаем «Эффективный руководитель». Это важнейшая тема, мне очень приятно на нее говорить, потому что я сам руководитель и продолжаю оставаться быть руководителем. И буквально, летя сюда к вам, я встретил в самолете очень интересного человека. Это Канарец. Когда мы с ним сидели, разговаривали, спрашивали, как у тебя дела, чем ты занимаешься? Он говорит, что я занимаюсь тем, что делаю разные для сельскохозяйственных таких ферн, специальные системы. Вот здесь сейчас, как бы, тоже начинается какое-то движение, было бы интересно. А ты чем занимаешься? Я вам ответил, что я помогаю людям найти сами себя. Как внутри себя, как ты занимаешься человеком сам собой, так и внутри компании. Когда я как консультант выступаю с компанией, чтобы мы строим систему управления, основанную на общей ценности. И вот об этом мы сегодня постараемся поговорить. Итак, у нас с вами будет всего полтора часа. Я бы сразу хотел объяснить, почему я имею право высказывать вам свои мысли, свои взгляды, собственно говоря, свою позицию на то, что происходит в Майндинге. Я достаточно много учился. Два высших образования, президентская программа про рульских кадров, экзекутифельдей Московской бизнес-школы Сколково, Американский университет. Но это не самое главное. Самое главное – это проекты, которые мне удалось в моей жизни сделать. Наверное, вы знаете такой банк, как Росбанк. Ну, прекрасно. Кстати, отличный пример. Давайте сегодня договоримся, что за эти полтора часа наша коммуникация с вами будет строиться на двустороннем диалоге. Я буду вас спрашивать, если вы согласны, говорите «да». Да? Ну, прекрасно. Великолепная аудитория. Спасибо вам большое. Итак, Росбанк. Когда-то, в 2004 году, Росбанк представил себя одно отделение, находящееся на улице Маши Поровальева в Москве, а сегодня это крупнейший российский банк, ходящий в ТОП-5. Так вот, я занимался процессом слияния банка-Росбанк с группой банков УВК в 8 региональных банках, например, 18 тысяч человек. Это был первый большой проект. Я так получил, что в последние 16 лет был в банках, до этого был предприниматель, и прошел путь от заместителя управляющего до 8-14 города Комсомольска-на-Амуре, банка Доми-Восточного РК, до председателя правления, совладельца банка. Второй крупный проект, которому мне повезло, это объединение и продажа банка УТП. То есть это был российский банк, он назывался «Инвестсбербанк». В течение двух лет мы его готовили, развивали региональную сеть. Это была крупнейшая сделка на российском банковском рынке, порядка 450 миллионов долларов. И сегодня это банк УТП. У вас есть банки здесь УТП такой, да? Ну, я думаю, должен быть. И последний проект такой, которым я тоже горжусь. Когда мы вышли из этой сделки, мы приобрели свой собственный банк. Он был в Краснодаре, назывался «Кубаньбанк». Потом он переведен «Идеябанк». И мы его продали польским инвесторам с коэффициентом 3. Я прошел 3,5 года в Краснодаре, где кроме лицензии в самом начале ничего не было, а потом превратился в большой банк. После этого я создал проект «Бизнес-завтрак». Если вы загуглите, и, кстати, вы можете использовать себе свои айфоны, смартфоны, все что угодно, чтобы достучаться мне в социальной сети, я всем отвечаю. Если у любой вопрос есть, я обязательно всем отвечу. Пришли презентацию, что вам будет интересно. Если вы, например, наберете «Бизнес-завтрак», то это будет Роман Дусянко, потому что 3,5 года я делал «Бизнес-завтрак». Мне стало интересно закономерности личного успеха. Что такое личный успех? Поэтому я приглашал самых интересных, на мой взгляд, людей, для того, чтобы они сидят в связи с компанией, где я делал консалтинговые проекты с точки зрения формирования системы управления людьми. Потому что моя минимальная программа, когда я работаю с каждым человеком, она длится один месяц. Максимальная шесть. Компании, проекты, которые я делаю, они длится длятся до одного года. У нас всего полтора часа. Что я смогу сделать за полтора часа? Я постараюсь вам передать технологии. Я вам хочу показать, что происходит с людьми, что происходит с компаниями, когда мы работаем вместе с ними. И, соответственно, вы, используя то, что я вам сегодня дам, вы можете сделать и сами. Вопрос глубины проработки, но все равно что-то попробовать можно. Возможно, у вас что-то получится. Вот это моя цель. Какая цель у вас? Я бы хотел, чтобы вы услышали, задумались и для себя решили, подходит это вам или не подходит. Ваше это или не ваше. Согласны с такими целями? Да, прекрасно. Спасибо. Движемся дальше. Итак, какой главный вопрос? Главный вопрос любого собственника и любого дегенерального директора, как делать так, чтобы рентабельность компании повысилась. То есть мы говорим о том, чтобы роин на капитал вырастал постоянно. Мы не говорим о прибыльности, мы говорим о рентабельности капитала, вложенного в дело. Соответственно, для того, чтобы рентабельность капитала была, нам необходимо, чтобы компания работала эффективно. Каким образом это решается? Как я уже говорил, я сегодня постараюсь обращаться именно к вам. Для того, чтобы подойти к решению какой-либо проблемы профессиональной, нам ее нужно идентифицировать. Попробуйте сейчас, вспомнив то место, где вы работаете, или ту компанию, в которой вы сейчас владеете, и попробуйте идентифицировать самую главную проблему, которая вас сейчас беспокоит с точки зрения менеджмента, с точки зрения управления. 30 секунд, пожалуйста. Готово? Начинаем. Отсутствие карты. Отсутствие карты. Human Resource. Управляем персоналом. Окей, хорошо. Еще какие больные темы, проблемы? Мало клиентов. Давайте, система, можно так сказать. Система удержания, система управления. Новые идеи. Новые идеи, стратегия. Еще. Оторванность от больших городов. Оторванность от больших городов, это значит, поиск конгалентного преимущества здесь. Востребованность бизнеса, наверное, или продукта? Продукта, маркетинг. Уширение. Да, я думаю, что это вот сюда поставим. Сюда или вот здесь процессы. Еще. Продажи. Продажи, хорошо, тоже в процессы поставим. Еще. Вы для себя идентифицируете слово продажа, это не проблема. Это значит, в чем проблема конкретно в продаже. То есть, я не хочу, чтобы мы прям все выделили. Люди. Люди. Давайте так. У нас есть управление людьми, а я бы еще сказал, развитие людей. Еще есть идеи? Конкуренция. Конкуренция в процессы. Или сюда стратегию. Еще. Окей, ну, в принципе, в большинстве случаев, ваша проблема, которая есть, она одна из пяти. Мы только что сейчас это с вами разобрали. Почему это так важно? Страна все время. Страна? Кто здесь? У вас загранпаск есть? Нет, вообще есть? Может, приедете? Есть выход? А, если? А, если? Да, если бы эта страна есть. Ну, на самом деле, это честно, да? То есть, ну, есть такая понятия быть честным друг к другу. Мы не можем изменить страну. Мы можем лишь только быть честными по отношению к тому бизнесу, к тем людям, с которыми мы работаем. Почему мы можем изменить страну? Сейчас я вам, сейчас я скажу, что я хочу сказать. Вот, например, я сейчас взять и изменить страну не могу. Но, что я могу сделать? Например, я могу сейчас рассказать вам о том, как я вижу в себе управление людьми. Возможно, каждый из вас, придя в свою компанию, заразившись моей идеей, сделает что-то по-другому. Люди, которые работают у вас в компании, придут домой, подумают о себе, станут более счастливыми, станут более эффективной работой. Вы станете, как собственника или генерального директора, зарабатывать больше денег, платить больше налогов. Таким образом, как бы, ну, долг не просто. Ну, паспорт лучше. Всегда есть выбор. Всегда есть выбор. Всегда есть выбор. Всегда есть выбор. Итак, смотрите, у нас получилось 5 системных ошибок. И вы только что, мы их сами раскидали. Почему я считаю, что это так? Основываясь на своем опыте управления банком, 16 лет я в банковском бизнесе был, основываясь на своем опыте, как консультант, я сейчас 3 года занимаюсь консультируем крупнейших компаний, в том числе я сейчас веду большой проект в банке ВТП-24. Я увидел, что существует 5 системных ошибок в области управления. Вот они, мы все их только что с вами прошли. Но они, на самом деле, являются причиной двух основных проблем. А проблемы, на самом деле, они вот такие. Неэффективный менеджмент, неэффективный системы управления и нежелание сотрудников брать ответственность на себя, или вообще понятие ответственности. Давайте подумаем, как же мы с этим можем бороться? И вообще, что нам нужно для этого делать, чтобы победить эти вещи? Я бы хотел сказать, что разделим сегодня наш мастер-класс на два основных момента. Мы поговорим про личность человека, поговорим про систему управления. То есть мы пойдем через человека, через вас, который вы здесь сидите, здесь мы пойдем через вас. Поэтому часть номер один – это личность. Потому что я вижу часто успешных людей, сидящих в зале передо мной. Но зачастую эти люди, добившись успеха в своей карьере, имея хорошую квартиру, дом, машину, семью, детей, зачастую несчастны. Почему? Потому что вечером, когда они перегружены с работы, возвращают, чувствуют некую неудовлетворенность в себе. Неудовлетворенность связанная с тем, что вроде ты работаешь, семья тебя не видит, вроде ты что-то делаешь, компания не очень развивается. Вроде как бы ты что-то стараешься, а тут в стране все время кризис. И так далее, и так далее, и так далее. Что же нам делать? Потому что мы все время заточены на то, чтобы достигать цели. Мы единственные существа на нашей планете, которые могут ставить цель и достигать ее осознанно. Безусловно, животные тоже могут ставить цели на уровне инстинктов. Еда, отношения и все остальное. Но мы осознанно ставим цель. По мере движения к целям, постоянно находясь в работе, постоянно в загрузе, я не знаю, развиваясь по колено лестнице или побеждая очередных конкурентов, борясь за клиентов, мы постоянно теряем тот момент, когда понимаем, что есть нечто более важное помимо работы. Есть понятие отношений. Дети растут без нас. Жены в то время страдают от того, что им не хватает внимания. Наши друзья забывают о том, что мы существуем. И так далее, и так далее. Нам необходимо вспоминать себя. И в тот самый момент, когда ваш перегруз станет очень серьезно, вы начнете задуматься, а что же происходит с моими связями. И вот когда вы задумаетесь о том, что происходит вообще с вами лично, и сегодня этот час, я постараюсь у вас занырнуть, чтобы вы занырнули в себя, мы подумаем, что же может являться основой этого общения с самим собой. Я надеюсь, что основой общения с самим собой станут наши ценности. И вот мы сейчас начнем с пятой проблемы, вот она, которую мы зафиксировали на нашем фрик-чарте. Это личная эффективность руководителя. Я бы хотел сейчас вам представить некие базовые понятия, на которых базируется мое представление об этой проблеме. Первое – это вы и ваша цель. У человека, помимо рабочей цели, должна быть цель личная. Или несколько целей, или иерархия целей в целом. Поэтому я сейчас хочу, пока вы пишете, у вас у всех есть листочки, у вас в пакетах были, девочки же были у нас в пакетах ручки и листочки, когда вы можете взять все в пакете, сколько у них будут стоять пакеты. Не теряйте время, можете использовать телефоны. Идентифицируйте. Давайте вспомним о том, а какая цель у вас стоит на 2017 год. Сегодня 26 мая. Это в среднем где-то примерно порядка 100 дней прошло с начала года. Осталось всего лишь 265 дней. Хватит ли их для того, чтобы сделать то, что вы запланировали 1 мая? Ведь на самом деле я тоже иногда планирую что-то, но потом забываю. Или с понедельника что-то хочу начать. Или, может быть, кто-то из вас пытался после 6 не есть. Или еще какие-то вопросы заниматься спортом. Иногда можно даже приобрести абонемент в фитнес для того, чтобы спокоить себя. Да, собственно говоря, вы и ваша цель. Второе. Человек – это айсберг. Это базовое понятие психологи разработали, нейрофизиологи. О том, что наше поведение является следствием. Нельзя влиять на поведение. Вы, я уверен, большинство из вас родителей, да? У меня тоже есть дети. Да, только двое родителей. А, и другое тело, да. Так вот, когда наши дети, особенно в малом возрасте, кстати, в большом возрасте еще интереснее, ты им говоришь «не делай это, перестань». Что вы видите в ответ? Взгляд. Отведение взгляда. И продолжение делать то, что он делает. Существуют различные варианты внушения. И на какое-то время их можно переключить. Да потом ты с тобой уходишь, стираешь это внимание, и они снова продолжают делать то, что делают. Кто из вас пробовал то же самое на своих работниках? Примерно тот же самый эффект, плюс-минус, да? Причина в другом. Знаете, у меня был очень интересный кейс. Я приехал в Самару. Там есть крупнейшее производственное объединение. Оно сейчас им владеют французы. И весь коллектив топ-менеджеров собрали, например, в таком зале. Сидит генеральный директор здесь за столом. И я говорю, так, давайте я попрошу вас все встать. Ну, я вас не прошу, я просто рассказываю. Они все встают, потому что, вроде, генерально неудобно. Я говорю, а теперь я вас попрошу сказать следующие слова. На английском языке, на презентации. Я говорю, I'm a super-trooper-менеджер. В глазах мне это недоумение. Но так как, вроде, тренера пригласили заплатить себе денег много. Они начинают вяло повторять. Я чувствую, что как-то не только... Слушайте, ну, вы третий день здесь, вас прокачивают. Вас там приезжали интересные люди. Там и чар ваша работа. Давайте еще сильнее. Покажите всю любовь в своей компании. Они такие, I'm a super-trooper-pooper-менеджер. Я специально, ну, просто обрагадавый написал. Когда я их задолбал, и в 50-й раз они сказали, сели в глаза, у него написано, ну, что за идиот стоит перед нами. Ну, за что нас так мучает? Я говорю, ну, как вы ощущения? Ну, я говорю, то, что я вас сейчас сделал, спросил у них. Они мне подтвердили, что да, именно это они во мне думают. Я говорю, прекрасно. Так вот, ваши подчиненные слышат примерно то же самое. Их мозг трансформирует. Ваши любые команды не делай, перестань идти. Теперь мы будем лучше. Это для нас важно, это примерно то же самое. Почему? Потому что мы работаем с ними на уровне поведения. Поведение не меняет людей. Влиять на поведение можно лишь только через образ мышления, через убеждение и через ценности. Сначала базовые ценности, которые формируют наше убеждение, они формируют образ мысли, и только тогда мы получаем некие модели поведения. Мы все с вами руководители, поэтому я не буду кривить душой. Цель системы управления, основанная на ценностях, это формирование необходимых нам моделей поведения сотрудников. То есть мы фактически сможем спрогнозировать, как они должны себя вести. Об этом мы поговорим о второй сфере. Потом представление о будущем, поддержка изменений, и мы движемся по направлению к пониманию, что же такое карьера руководителя. Итак, очень важный момент. Как я уже сказал, что человек – это личность, и на него влияют очень много разных факторов. На вас, как на руководителей сложившихся, влияло ваше обучение, ваша семья, ваш первый опыт работы, в конце концов, сексуальные взаимоотношения, насколько вы активны или пассивны. Все-все-все формирует вас как человека. И каждый аспект вашего взаимодействия с другими людьми реализуется в том или ином паттерне, когда вы, как руководитель, общаетесь со своими подчиненными. Это первое. Второе. Вы, когда работаете в компании, в компании создается некая среда. Как она называется? Корпоративная культура. Все отлично, да. Поэтому, когда у нас происходит стык или конфликт между личностью и корпоративной культурой, проявляются те или иные моменты. В основном мы уходим. Или мы открываем новый бизнес, или что-то еще. Поэтому, как большинство из вас слышали на это изречение, что люди приходят в компанию, а уходят от кого? От руководителя. От руководителя, да, к сожалению. Движемся дальше. Удивительная вещь, но парадоксом является то, что руководитель в компании одновременно подчиненный. Даже если вы генеральный директор, у вас есть акционер. Даже если вы один из акционеров, у вас может быть группа акционеров. Если вы, в конце концов, акционер 100%, то перед вами искать быть богом. Поэтому, все, что вас интересует как подчиненного, по отношению к своим высшестоящим руководителям, все то же самое интересует кого? Ваших подчиненных, конечно. Задайте себе вопрос, что вы хотите от своего руководителя. И то же самое с вероятностью 100%, но ровно наоборот, вам необходимо дать своим подчиненным. Это базовый парадокс, вокруг которого стоит строиться, в том числе и наши работы. Итак, как же нам исправить эту ошибку и настроить себя на то, чтобы я стал эффективным лидером, эффективным руководителем, в конце концов? Что мне для этого необходимо сделать? Итак, первое. Давайте посмотрим, а сколько же существует мнений на эту тему? Я говорил, понятие карьеры руководителя в русском поисковике, в русской книжной сагме в большом сети «Азон». Получил где-то примерно 3 800. Потом я сделал все то же самое на «Азон» – «карьер менеджер» или «менеджер карьеры». И получилось у меня 198 тысяч. Поэтому мнений огромное количество. К сожалению, нет одной книги, которую можно было бы использовать, поэтому было бы легко. Пришел в магазин, там есть книга «Сукружеская жизнь», «Воспитание детей», «Как нет руководителем» и так далее, и так далее. Но, к сожалению, такого не происходит. И вообще важные решения, которые с нашей жизнью происходят, они… Я не знаю, у вас есть ли кортежи по городу? Ну, с недавно? Нет. Нет, ну, вам пришло. Когда ты начинаешь на этот проект по Москве, постоянно встречаешь какой-нибудь кортеж. Их же много. И вот вы думаете, что важное решение, например, как кортеж, ты его слышишь, гаишники тебе перекрывают дорогу, ты думаешь, ага, вот сейчас наступит это важное решение, вот сейчас подъезжать. Нет. В жизни все происходит по-другому. Происходит момент, и вы должны принять то или иное правильное управленческое решение. Поэтому что же будет в основе, вот сегодня мы будем к этому двигаться. Итак, цель – личность и рост каждого. Я попытаюсь в оставшееся время просить пять основных проблем, которые, на мой взгляд, видно в личном развитии каждого сидячего из вас здесь человека. Итак, первое. Ошибка стратегическая. Кто из вас вводит автомобиль? Ну, будем считать, что большинство. Так как вы подняли руки, и вы мне сказали, что вы вводите автомобиль с вероятностью 99,99, я доверяю, что вы доезжаете до места назначения. Да? Почему? Браво. Что еще? Прекрасно. Еще. Умение водить автомобиль. Наличие автомобиля. А что такое в этом смысле для нас автомобиль? А более медлежным языком? Ресурс. А что еще нам нужно сделать, чтобы наобле сесть и в конце ковр – поехать? Правильно. Еще один ресурс. Великолепно. Если я сейчас вас спрошу, вы самые активные, а что же нужно человеку, чтобы поставить в цель? Проблема нужна для того, чтобы вы вышли. Проблема мы уже идентифицировали в самом начале моего выступления. А на самом деле нужно энтузиазм, вот это горение, чтобы рожала. А где можно, чтобы вы вышли? Супер. Спасибо большое. Для начала все-таки мы должны понять, куда мы хотим приехать. А для того, чтобы понять, куда мы хотим приехать, мы сейчас пройдем весь этот путь и в результате, я надеюсь, мы пройдем, каждый из вас, если хочет, немножечко вложиться, свой мозг включить после обеда, потому что я понимаю, тяжело, хочется спать, здесь немножко душновато и все же, как бы, не так часто генеральный директор устраивает вакансии бесплатные и хорошие мероприятия. Давайте попробуем подумать, что же нам делать для того, чтобы двигаться вперед. По сути, мы рассмотрим вас, как некий образец компании, то есть вы, по сути, как своя собственная компания. Итак, с чего мы начнем? Что такое ценность? Ценности – это те высли, которые превалируют в голове у человека. Прекрасно, еще какие версии. А что это вообще? Нет, нет, я понимаю, это уже какие, а что такое ценность? Какое-то образец. В основе нашего времени. Прекрасно. Еще какие идеи? То, что важно. То, что важно, отлично. Еще. Кто там пока молодой человек, который гуглит, нам шарит? Посмотрите, сколько результатов будет ответов по гуглу, и что такое ценность. Что еще? То, что такое значимо. Значимо. Проверили уже? Нет? Ну, порядка, несколько тысяч, сотен тысяч из дней. Причем, каждый из нас, мы не спорим друг с другом, ведь все обозначения, которые мы сейчас назвали, они все релевантны нам, верно? Тогда, если вам это все понятно, и для каждого не возникает вопрос. Понятно, что такое ценности? Мы договорились с вами. Да, это понятно, нет, не ваше. Понятно, что такое ценности? Да. Ну, чудесно. Итак, ценности – это некие уроки, которые мы усвоили в жизни, и некие ценностные моральные и материальные ориентиры, которые позволяют нам принимать решения в сложной ситуации. Я вас прошу сейчас взять ту самую листок, или ту ручку, или тот блокнот, который у вас есть, и записать три, может быть, или пять. У кого как. У кого как, может быть, десять. Я вам, кстати, призываю, все, что вы сейчас делаете или будете делать, придите домой осознанно, попробуйте сделать это упражнение с более серьезным подходом, имея несколько больше времени записать свои ценности. Возможно, вы будете делать это упражнение в первый раз. Уверен, что вы их себе звоните каждый день, но все же сегодня я хочу, чтобы вы заострили в них внимание. Второй вопрос. А что я делаю здесь с точки зрения высшего смысла? Вообще, в чем смысл вашей жизни? Моей, в том числе. Третье. Достигаю ли я свои мечты или чьи-то другие? Может, вашей мамы, папы, или вашей жены, или вашего мужа. Может, ваших детей. Я, может быть, свои собственные. Никто не знает. Все, что вы делали до этого, это то, что вы хотели делать, или это подготовка к чему-то более большему? У меня нет ответов на эти вопросы. Я хочу, чтобы вы их задали себе. Потому что проблема номер пять, которую вы сами себе идентифицировали, это развитие людей. Человек не может развиваться, если он не разбирается в себе. А осознанность – это та самая большая проблема нашей страны, которая стремится к нулю. И так мы движемся дальше. Какие мои сильные стороны? Кто из вас знает матрицу свод-анализ? Один, два, три, семь, пять, шесть, семь. Все знают. Правда же? Сильные, слабые стороны, возможности и угрозы. Кто хоть раз делал свод-анализ по отношению к себе? О! Студенты. Молодые. 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 Трою, которые потом поделился с другими людьми. Она говорит, у нее дочь 3 года. И она начала задавать ей сложные вопросы жизни. И она услышала интересные ответы. Я очень люблю Италию. И вот я как-то лежил, попробовал с дочкой и говорю, а как ты думаешь, какое любимое место мое на Земле? Она ни секунды не все на него купил. Ни секунду не всю. Она говорит, здесь. Здесь. Почему? Но мы же здесь. У них совсем другой подход вообще к вас. Поговорите сегодня со своими детьми, и вы будете приятно удивлены. Итак, ваши сильные стороны. Если вы сегодня сделаете дома слот-анализ, перед вами откроются удивительные вещи. Но я бы вам хотел порекомендовать более усложненную версию слот-анализа. Возможно, вы ее даже слышали об этом, но если вдруг не слышали. Есть такое понятие, как «Отно возможностей». Где здесь возможности, а здесь сильные стороны. Когда вы сделаете перечисление своих сильных сторон, 1, 2, 3, 4, 5, возможности, которые перед вами есть, например, в какой-то отрасли, или в профессиональной службе, в профессиональной карьере, в бизнесе, там, 1, 2, 3, 4, 5. Попробуйте прошкалировать, взяв одну сильную сторону и одну возможность. Например, как моя сильная сторона может реализовать возможность, которая передо мной открывается, номер один. Потом говорят, как я могу сильную сторону 1 использовать возможность номер 2. Или наоборот, как возможность номер 1 помогает мне развивать мою сильную сторону. Или наоборот, как возможность номер 1 может позволить мне развивать сильную сторону номер 2. Казалось бы, бред. Да? Вот так, человеку непосвященному, зашедшему сейчас, не слышал то, что я сказал сам, и говорит, господи, куда я попал? Зачем мне это все? Что я тут делаю? Итак, это ваше задание. Движемся дальше. Сейчас маленький тест. Я уверен, что вы все прекрасно себя отлично знаете. Напишите, пожалуйста, в том листочке, о котором вы пишете, три самых сильных своих черты. Будь то черта характера, будь то профессиональная черта, или будь то личный качество. Три, как вы думаете, за которые вас ценят и уважают больше всего. Ваши подчиненные, друзья, соседи. Ну, я говорю, ну десять, если не читать, то и десять немного. Я говорю, ну хорошо, сколько? Ну, мы говорили, что там 15 миллионов рублей, это не будет много, прям, чтобы вообще. Вас устроит эта сумма? Мало? Не, ну подождите, лотерейный билет, своему 15 миллионов. Хорошо, ладно. Сколько вам нужно для того, чтобы не работать? Давайте договоримся сейчас. Вообще не надо. Да. Сколько вам нужно, чтобы никогда не работать? Сколько? Ну сколько? Ну, оцифруйте свою мечту. Ну, есть идеи? Другой. Вы хотите. Нет ничего невозможно. Сколько денег? Сколько денег? Правильно. Мне тоже об этом много говорят, что ты паришься и купи себе домик за 100 евро и живи там и паришься. Сколько денег? 15 миллионов долларов. 15 миллионов долларов. Согласны? 15 миллионов долларов. Подойдет? Доллар. Доллар. Да нормально на эти деньги жить. Я вам его ориентирую. Даже сейчас, на условия падающего рынка, перевести их в рубли, положить их под 8% годовых. Вы посчитаете, сколько денег? Молодой человек, вы больше всех знаете. Сколько будет денег? Пока мы уже на калькуляторе. 15 миллионов долларов, курс 58, падает на 8% годовых. Он нам скажет, сколько можно жить в месяц. В общем, посмотрите. Представьте, что у вас цифра 15 миллионов долларов сейчас в мобильном банке. Лео, чем будете заниматься? 15 миллионов долларов. Нет, не прокат. Не верю. Если 15 миллионов долларов решать все ваши проблемы, вы завтра на работу не пойдете. Не пойдете же? Нет, пойдем. Нет. Чем будете заниматься? 15 миллионов долларов. 5 баллов. Хорошо, чтобы снять этот вопрос, я вам дам справку, что перечисление выгодно официально. Вы путешествовали, что потом? Путешествовать, понятно, потратить хочется. Что потом? Что будете делать дальше? В оставшиеся 50 лет своей жизни? Понятно? Это понятно. Что будете делать? Чем вы займетесь? Что вас на самом деле греет в душе, когда вам не нужно зарабатывать деньги? Что? Помогает другим. Прекрасно. А что бы вы сделали? Например, вы здесь, в Архангельске. Это слишком жестко. Вы потом с ним отдельно поговорите. Видимо, конкурент ваш, да? Дороги. Взяли бы, построили там километр дорогу до начала. Каждый из вас построил бы по километрам, но в целом, может быть, там и дорога, и ситуация изменилась. Запишите на самом деле, что бы вы хотели делать, если бы вам не нужно было бы работать. Удивительные открытия происходят с людьми, когда они начинают думать. Они создали ветеринарную службу какую-то, или какую-то школу бы создали, или, я не знаю, стали бы что-то доброе, хоспис построили, или пошли бы работать. Не работать, а быть в медицинских учреждениях, помогать тяжелобольным. В общем, начинается действительно раскрываться потенциал личности человека. Ведь мы же с вами находимся в гонке для того, чтобы просто выжить. Работа, дом, работа, дом, деньги, зарплата, ВСНС, брибы, налоги и все остальное. Присаживайтесь выключить все. Понятно, что шок, хочется сразу поехать в путешествие. А потом что? Вот когда вот эта пустота пройдет, задумайтесь сегодня дома, что бы вы хотели, чему бы вы хотели посвятить свою жизнь. Я вас все-таки веду плавно к своей цели. Итак, движемся дальше. Следующее. Мой сумасшедший список. Это еще одна интересная игра. Сегодня мы в нее играть не будем, но вы играете дома, можно со своими близкими. А что бы вы хотели в жизни сделать? Кем бы стать? Что купить? Где побывать? Вот самые сумасшедшие идеи, которые могут приходить вам в голову. Для того, чтобы идентифицировать, а что же на самом деле вы хотите? Что же вам хочется в своей жизни? Ведь на самом деле, если сейчас я вас каждого спрошу, трудно будет сказать, а что вы на самом деле хотите? Я вас по себе это знаю. Есть еще одно упражнение. Можно мечтать. С теми людьми, которые я занимаюсь коучем, это руководители, собственники. Я говорю, слушайте, я вам дам такое задание, вы будете смеяться, но вы заплатили деньги за то, что работаете со мной, поэтому будете делать. Раз в день присылайте мне плюсик в WhatsApp'е за то, что вы пять минут посидели и помечтали о себе. Начинается ломка у людей. Сначала они приходят, я звоню и говорю, ну мы все разрываем контракт, мы выполняем, мы заплатили много денег, до свидания. Он, не-не-не, мы все начинаем. И начинает приходить плюсики. А потом, когда, что такое вообще коучинг личный? Это когда до того момента, когда мы с вами начали разговаривать, не возникнет то, что возникает в процессе разговора касательно вас. В результате вашего размышления над тем, что возникло, на основании того, что я вам даю какие-то определенные задания, вы начинаете формировать некое еще состояние, в котором вообще не было того, как вы что-то дали думать. Постоянная работа с будущими возникновениями является коучингом. Тогда мы растем и движемся по направлению, что вы хотите делать. В решении сложной ситуации, когда вы не знаете, что делать, когда вы зашли в тупик, когда вы не знаете развивать свою компанию, развивать, что делать, вообще чем заниматься. Вот это и есть сумасшедший список, в том числе. Здесь поехали в прессе Слава Уолта Деснея, что сделать можно все, что представить. Про мечтами мы с вами только что проговорили. Итак, еще одно интересное упражнение. 26 мая 2021 года. Плюс 10 включаем лет. Что с вами? Где вы? Если вы сняли видеофильм об этом дне вашей жизни, что бы с вами происходило? Попробуйте подумать. Классно. Правда же классно мечтается? Где вы себя видите через 10 лет? Это хорошо. 99% отвечает примерно так же. И все же, белая яхта по какому маршруту идет? Сомали. 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 Сомали? Думай, что будет с яхтой в Сомали. Я сегодня, когда готовил презентацию, я, знаете, сегодня сделал 5 баллов, просто поаплодировал маркетологам и СНМ. СНМ – прекрасный канал, я люблю его слушать. И они говорят, там, бизнеса потяните на Африка. То есть такая заставка идет. Как вы думаете, силуэты какого цвета? Черный. И люди в деловых костюмах, там, галстук белый, силуэты и черный. И второй такой же, тоже черный. Я просто вообще был рад ему в чувство юмор. Это касается, наверное, там, Сомали. Вспомните. Песчальная перспектива для акции. Ну, ладно, может быть, у нее там за ней крейсер следует. Она туда навести будет. Хорошо. Итак, мы с вами подошли к самому главному, ко всем о том, что я говорю, вот все эти упражнения помогут лично вам достучаться до себя, расковырять, собственно говоря, то, что есть самое главное в вас. Попробовать поставить свою личную цель на перспективу, четко ее оцифровать и понять, зачем и что вы делаете в рамках своей профессии, в рамках своей жизни, в рамках своей работы. Поговорив о своих целях со своими подчиненными, вам станет понятно, они вообще здесь работают. Почему? Совпадают ли их личные цели, их миссия, видение с тем, что делает компания? Теперь будет простой вопрос. Когда вы поставите свою цель, сможете ли вы четко, ясно и просто объяснить кому-то, что вы хотите? У вас сейчас есть какие-то цели свои? Да. 25 рублей. Отлично. Вы просто… вы робот. Давайте сделаем очень просто. Вот смотрите, вот первый ряд. Можно вас попросить рассчитаться на первый и второй? Да, пожалуйста. Первый. Второй. Второй. Нет, здесь второй. Второй. Вы первый? Первый. Запомнили, чьи ряды? Первый поворачивается ко второму и пытается рассказать очень быстро. Сейчас. Ну, 30 секунд просто эксперимент. А на самом деле какая у вас цель? Может ли просто ясно объяснить другим, чего он хочет? Попробуем. 30 секунд. Поглядите друг к другу. Поделитесь. Вы даже не знакомы, но это еще одна приказа. У вас получилось? Да. Вам больше всех повезло. Вы сам с собой. А теперь наоборот. Номер два. Попробуем рассказать номер один. Послушайте друг другу. Послушайте. Послушайте. Уже все поменяли? А? Да все. А вы думали только для меня? А? А, для этой роли? Да. Доспользуйтесь моментом, пока я еще делаю. Всем Богу. Всем Богу. Всем Богу. Всем Богу. Девушки, выходя и вас разделяет одно количество, вы можете пообщаться. Это не страшно. Рассказать друг другу о том, какая у меня цель. У вас получилось? Прекрасно. Окей, отлично. Спасибо большое. Это прекрасный опыт для того, чтобы быстро выдернуть себя и попытаться рассказать о том, какая у меня есть цель. Кроме вас. Потому что вы до 20 лет. Отлично. Отлично. Следующим в английский язык. Давай. Я гарантирую, что ты не гарантируешь. Он говорит, почему? Я говорю, что такое английский язык? Ну, английский язык, вообще-то я мечтаю о Лондоне. Я бы хотел оттуда приехать, посидеть на Пикадель и Сёклу. Так вот сесть на этот фонтанчик. Ко мне подсел бы кто-нибудь, и я подружился бы и поговорил на английском. Он говорит, вот это цель. А выучить английский – это не цель. И у человека происходит осознание того, на самом деле, что он хочет. Так вот, когда вы сейчас проговорили про цель, подумайте ли, это ваша цель или это то, что вы просто путь к цели? Для чего вам нужен английский язык или яхта? Я вам яхта наезжаю сама по себе. Вы хотите каких-то эмоций испытывать? Да? Любовь. Кто специалист по любви на волнах? Девушка, вы знаете, кому после обратиться. Какие это даст мне преимущества? Если цель – английский язык. Если мои преимущества, выучив ее, я сяду на пикадель и серку и спокойно поговорю с иностранцем. Это даст мне возможность не переживать, не стресс. Я смогу чувствовать себя человеком этой страны. Вот это преимущество. И, конечно же, отношения прошлого, будущего и настоящего. Мы связаны с этими нитями. Такие, какие мы были в прошлом – мы сегодня. Какие мы сегодня – мы будем в будущем. Помните об этом, когда вы ставите свою цель. На какие самые сильные черты вы своей операете? Почему вам так важно? Вот, смотрите. Мы когда будем говорить, но я сегодня уже не буду говорить, потому что пролечу, есть слишком много вам возможностей. Сейчас вы используете. Но! Что такое резюме? Ну, кто из вас работает по найму? Давайте начнем с этого. Рассказ. О, почему слово? Что такое резюме? Кто сказал рассказ? Я. Спасибо. Рассказ, строящийся на чем? Струклинированный рассказ. Не-не-не-не. Рассказ мне больше нравится. Вы когда рассказ открываете… Есть у вас любимый автор, который вы читаете? Да. Ну, книгу читаете какую-нибудь любимую? Есть вообще? Ну, хорошо. Что такое для вас интересная книга? Там где драма. Драма. Резюме – это драма. Что такое резюме? Это ваша опора на те самые сложные проекты в вашей жизни, которые вы реализовали. Ведь если сейчас поговорю с каждым из вас, мы найдем те самые интересные моменты в вашей жизни в прошлом. Не просто я работал директором такой-то компании такого-то года по такому-то. Нет. Это значит, вы решали сложнейшие задачи, вам было трудно, вам не получалось, но вы решили. И это и есть рассказ о человеке. Так вот, говоря о том, что такое прошлое, опираясь на себя, на успешный опыт. Но еще есть один очень важный момент. В России… Кто читал этот раз резюме? Ну, конечно, все. Прекрасно, да? Какого там пункта нет? Только что мы сейчас… Кто следит за ходом моего выступления? Компании. Что? Что? Хорошо, но немножко не то. Вот. Во всем прошлое, а куда еще? Еще. А? Есть. Во многих. С теми, с кем я занимаюсь, у них есть. Еще. Чего нет? Провал. Кто сказал «провал»? Да. Спасибо большое, Миша. Я не знал, я просто угадал. На Западе, если в вашем резюме не указан ни один факат, как мы его по-русски называем, с вами будет очень трудно разговаривать. И вообще на самом деле резюме читается внизу. Что у нас внизу расположено? Личные качества. Личные качества человека. Никому не важно, какую должность вы занимали, важно, какой вы человек. И 90% западных HR в крупнейшей компании пишут, они, мы берем людей, которые подходят нам по духу. Человека, который научить можно всему, но если у человека нет чувства юмора, этому научить его невозможно. Правильно? Каким станет мой первый шаг, моя цель? Вот если так, очень просто, в таком последовании мы с вами пройдем, или вы бы прошли со своими подчиненными, я уверен, что у вас очень много появилось. Итак, сейчас я буквально быстро перемотаю самые важные моменты, которые в первой части у нас остались. Но вот очень важный момент. Почему нам надоедает наша карьера, или наша работа, или наш бизнес? Потому что мы думаем сильно загружены? Нет. Потому что мы теряем связь со своим личностным ростом. Мы перестаем развиваться. Это главная проблема. И если все то, что мы с вами сделали за этот час, вы постараетесь применить в своей жизни, у вас произойдет чудо. Вы посмотрите по-другому на свою жизнь. Движемся. Вот еще очень важный момент, что профессиональный и личностный успех, вернее профессиональный успех, возможен только через личностный рост человека. Вас, ваших замов, ваших людей. Если вы не развиваете людей, соответственно говорить о том, что они будут расти профессионально, невозможно. Вот очень важный момент. Я хотел сказать, что есть третья ошибка. Ошибка вашего позиционирования. У меня есть друг. Он живет в Архангельске. Прекрасный человек. Его жена очень профессиональный юрист. Но всегда получилось так, что она работала в одной компании, переходя в другую, не задумываясь о том, какой у нее бренд. Он у нее явно есть. Но люди об этом не знают. Поэтому необходимо формировать свой бренд. Так вот, включив этот слайд, с этим человеком у нас возникают явные, четкие, стойкие эмоциональные восприятия, кто это такой. Правильно? Моя цель. Чтобы, если бы и сейчас там поместилась фотография каждого из вас, мы бы все точно сказали, кто это. О, это профессиональный директор. Или, о, это человек, владеющий этой компанией. У него такие-таки какие-то качества. Это называется позиционирование бренда. Мы идем к тому, что скоро не будет людей просто там. Будут люди бренды. И нанимать будут людей бренды. Всех остальных заменят кто? Едайте. Нет. Роботы. Роботы. У меня есть программа на радио. Называется «Радионидеонетекс», если кому интересно. Буквально последние две недели у меня там были очень интересные спикеры. Один Сергей Митрофанов, это гуру российского брендинга. Он говорил о том, что работы больше нет. То есть представь себе в определенный момент. Ты подходишь на сквозь сити, а там везде закрыто. Все. Работы нет. Потому что вместо работы работают роботы. Еще с одним человеком мы разговаривали, это крупная компания IBS, системный интегратор. Он был в среду в эту чар-директор решений. Он говорит, мы сейчас полностью автоматизируем систему подбора. Мы сейчас полностью автоматизируем систему обучения. Мы сейчас полностью автоматизируем систему карьерного развития. Нам никто больше не нужен. Человек, приходя, будет работать с кировством. Никакие тетки, которые будут ему писать справки из отдела кадров, не нужны. Все. Жизнь крайним образом меняется. Я не знаю, я не успел воспользоваться. У вас есть Uber в Архангельске? Герд есть. Герд. Это значит, что скоро будет и Uber, и Яндекс.Такси. О чем это говорит? О том, что такси больше по телефону перестанет существовать. Я вчера был поражен, я уже рассказал самое интересное. Кто из вас бывает за границей? Ну, или был хоть раз. Прекрасно. Когда вы прилетаете и выходите из аэропорта, у вас возникает проблема, где взять такси? Нет. Где? Теперь нет. Нет. Ну, я не уверен, что вы взяли. Я никогда не знаю, кто будет. Нет, это у нас. Вы приезжаете в Западную Европу или в Америку, наверное, вы выходите, огромная линия. Таксист спокойно садишься, у них фиксированный тариф. В России этого не было. Я вчера приезжал, оставил машину на парке на Шереметьево, и увидел огромное количество, наверное, 100 машин Яндекса. И я увидел желтую очередь из машин Яндекса. И это значит, что они заняли эту нишу навсегда. Она была свободна до 2017 года. Мы 20 лет уже ездим. И сколько перестройки? С 86 до 14 до 17, более 30 лет. И никому в голову не пришла идея поставить автопарк машин по фиксированному тарифу в каждом аэропорту. Все, ниша занята. Поэтому жизнь меняется кардинальным образом. Сегодня ваш бизнес может измениться в самое ближайшее время. Мы будем говорить об этом во второй части. Если, я надеюсь, мы успеем. Еще у нас есть время. Но самые главные моменты, которые вы, как руководитель, должны четко уметь делать. Это уметь выбирать людей. Уметь развивать и обучать людей. Уметь формировать команду. Это три ключевых, четыре ключевых самых важных навыков. Я вам потом пришлю эту презентацию. Вот и что я хотел еще сказать. Когда мы говорили, что лучше паспорт, есть одно решение. У моих детей есть такие очки смешные, детские. Может быть, у кого-то из ваших тоже есть. Либо глаза нарисованы такие большие, либо еще что-то. Знаете? Видели, как же они? Представьте, на входе. Вот эта красивая девушка. Вас как зовут? Диана. Будет выдавать каждому из вас виртуальные очки на выходе из этого зала. На них будет написано 100% эффективность. Это значит, что с сегодняшнего момента, с этой секунды самой, все, что бы вы ни делали, любое действие, которое бы вы ни производили, оно должно быть 100% эффективно по отношению к самому себе и по отношению к той компании, которой вы владеете или в которой вы работаете. Это значит, когда вы будете смотреть на любое предложение извне, у вас автоматический счетчик. Помните терминатор 2? Подходит в этот размерчик или не подходит? Нет. Действует или не действует? Все. Автоматически отметаете или дотягиваете до уровня. И тогда, возможно, паспорт не понадобится. Через несколько тысяч. Это же нам как постоянное состояние в ресурсе, что-то в ресурсе. Вы же такая. Вам же получается. Значит, можно… Да, но вот когда вот это… Вы же… Вот именно все, что мы сегодня с вами говорили, для того, чтобы когда вы тут, можно выходить сюда. Итак, суммируя все ваше сказанное. Основа успеха – любовь к своему делу. Посмотрите фильм. Я вам всем рекомендую. Есть такой фильм в YouTube, вы найдете. Он называется «Мечты дзиро о суши». Может быть, кто-то слышал? Никто. Еще раз слышали. Слышали? «Мечты дзиро о суши». Я не очень японский владелец, но дзиро, я не знаю, как правильно говорить. Фильм о том, как владелец ресторана 50 лет липят рисовые шарики. У него нет ничего в ресторане, кроме суши. Его ресторан занимает «Мишленовские звезды» 30 лет. Чтобы он ученика допустил до клиента, 15 лет учится липить рисовые шарики. Когда вы будете смотреть фильм, вы удивитесь, насколько человек понимает, что такое любимое дело. Зачастую мы, в результате процессов, форматов каких-то разных конфликтов в компании, путаем свое любимое дело, чем мы занимаемся, с ситуацией в компании, где мы работаем. Помните, я вам задал вопрос, кто я? А это как раз к тому, каким делом вы занимаетесь. Профессионал в каком деле вы есть. Подумайте об этом, пожалуйста. У нас другой менталитет в России. У нас вообще просторы другие. Другие задачи предназелениям стоят. Продолжить дорогу на Урал железную или еще одну. Освоить артинг. И? А не лепить в туристовые шарики. А как вы думаете, есть какая-то разница? Да, разница есть. Масштаба такая разница. Я вырос и родился на Дальнем Востоке. Я переехал жить через десять тысяч километров в Москву. Пятнадцать лет жил в Москве. Когда они спрашивают, ты хочешь здесь ездить в Даной Вене? Я лучше в JFK. Там, ну, как бы интересно. То есть в Нью-Йорке там девять часов тоже лететь. Я понимаю, что такое масштаб. Да если вы понимаете, что такое масштаб, и у вас есть любимое дело, вы сможете даже в маленьком масштабе расстрелить свои ныть в руке. Скажите, вы живете в своем собственном доме или в обычной квартире? Да, в квартире. В квартире. У вас чистый подъезд? У меня есть. У меня в Альханте, да. И под дворей все чисто? У меня есть. Что вам мешает взять метлу и подмести? Слишком большой масштаб? Слишком большой масштаб грязи. Это к вопросу о паспорте. Итак, я бы хотел вот о чем поговорить в конце первой части фактически. Получили вы щелчок к тому, что выходя отсюда сегодня, что-нибудь подумайте о том, что происходит с вами. Да или нет? Да. Прекрасно. Я считаю целью выполнения. Поэтому посмотреть на себя сложно, фактически невозможно. Нужен кто-то, с кем надо поговорить. Найдите себе человека, равного себе по статусу, по деньгам, по профессиональной позиции. Это должен быть не ваш подчиненный, это не должна быть ваша жена или муж. Найдите себе кого-то, с кем бы вы могли поговорить. Возможно, это будет лидер вашей отрасли. Человек развивается в общении друг с другом. Нельзя. Можно покопаться в себе, но развиваться самому в себе нельзя. Найдите себе какого-то человека, который может стать вашим наставником или коучем. Это важный элемент развития каждого из вас. Следующее. Когда вы постоянно находитесь в стрессе, вы чувствуете себя как кто? Как рыба, которую вытащили. Потому что мы постоянно находимся в перегрузе. Дома одни проблемы, на работе другие. Приходя на работу мы думаем о доме, в домом переходе мы думаем о работе и так далее и тому подобное. Даже качаясь на волнах, мы думаем о работе. Очень бы хотелось бы быть в другом в этот момент. Поэтому мы постоянно загрузим 10 часов в день, в сутках 24, но мы все время работаем, работаем, работаем. Найдите время, чтобы остановиться. Найдите себе кого-то, кто может вам подсказать, куда вам дальше идти. Первую часть мы закончили, и я хотел бы сказать, что мне 45 лет. Всего. Пока. Я помню, я встречался с Памилем, и он говорит, что ему 45 лет уже старик. Спасибо. Очень хорошо. Спасибо большое. Так вот. Что может нам помочь двигаться дальше? Здесь нет молодых, но я когда с молодым наступает, что все говорят, я понял многие вещи, начиная с 40 лет, вам там 20. Надеюсь, мы с вами где-то ровесники. Нам потребуется сила воли, как бы то ни было. Ведь когда, чтобы выполнить цели на 2025 году, что? Какая самая главная личная черта вашего характера помогает вам это делать? Сила воли, вера и дисциплина. Если вы, извините, это не про женщину, если вы будете сидеть своей задницей, мужчина, на стуле, и думать о том, что я хочу развиваться, прочитывая книги о личностном менеджменте, ничего не делаю, ничего не произойдет. Сколько вложил в себя, столько и получишь. Это касательно человека. Для того, чтобы вы сейчас, разобравшись с собой, нельзя не разобравшись с собой управлять другими людьми. Это был главный посыл, который я хотел вам сказать. Разобравшись с себе, помогите разобраться с самым первым кругом подчиненных. Дайте им простые инструменты, чтобы они поговорили со своими людьми. И когда все в компании будут понимать, что происходит с каждым из них, тогда в целом информационная среда и коммуникации внутри компании будут прозрачны. Тогда люди будут понимать, что они делают здесь, на работе. Они будут понимать, что вы делаете. Итак, мы сейчас подходим к первой. Основа любой компании. Кто? Человек. Следующее, что нам нужно как руководителям, это модели поведения. Нам необходимо конкретно знать, как поведет свой сотрудник мой в конкретной ситуации. По отношению ко мне, к клиентам, к другим поставщикам, не знаю, к коллегам. Я четко должен знать, как он себя ведет. Не то, как он может себя повести, а я хочу знать, как он себя поведет. Для того, чтобы знать, как он себя поведет, нам необходимы некие фундаменты, некие базовые вещи. Фундаментом являются ценности, которые приняты в компании. Ценности человека, каждого. Мы сегодня делали с вами это упражнение. И ценности компании. Когда мы сели все вместе с вами. Представьте, что это одна компания, я ваш генеральный директор. Каждый из вас написал по 5 ценностей. Мы говорим, ребята, давайте теперь попробуем. Разделимся на группы. Попробуем их объединить. В результате у нас появились 3-4 базовые ценности, которые разделяют все. Так вот, если это базовая ценность по отношению к клиентам, например, честность. Или там, не знаю, семья. У всех будет, скорее всего, семья. Что такое семья? Это уважение к другим членам семьи. Это жизнь ради них. Развитие. Правильно? Это честность. Это порядочность по отношению к ним. Если мы говорим, что мы разделяем ценность под семья, то как будет относиться сотрудник к клиенту? Мы сможем спрогнозировать? Честность выкладывается в детстве. И какой приходит в степень? Всегда на одну летку? На входе надо тоже спрашивать. Мы сейчас об этом поговорим. Это отличный вопрос, но все же. Мы не говорим, что у всех разные. Я только что привел пример, что у всех у нас найдется нечто общее. Общее, что будет фундаментом. Поэтому, если мы четко понимаем, что будет для нас общее, именно этим мы занимаемся в компании. Когда я прихожу, первым делом я разговариваю с собственником. Мы выясняем, какие ценности у него. Потом мы берем его в менеджеров. Мы объясняемся с ними. Потом доходим до всех. И только тогда, когда мы понимаем, что у нас есть все общее, мы формируем фундамент, который позволяет нам четко представлять, предполагать и управлять людьми и их моделями поведения. Это основа менеджмента. Следующий человек, а если вы уже профессионалы, можете кому угодно объяснить, что такое. Можно ли влиять на поведение? Просто взять и влиять на это? Нет. Нужно влиять на поведение через ценности. Вот как раз ценности, когда станут нашим фундаментом, мы сможем повлиять на поведение. Как быть прибыльной компанией? Снова тот же самый вопрос. Две проблемы, ошибки. Неэффективный менеджмент – это чувство ответственности. И снова пять проблем. Первая проблема – стратегическая. В каждой из вашей компаний, где бы вы ни были, какой бы статус вы ни занимали, у вас должны быть эти вещи. Если сегодня вы придете в компанию, вы сегодня после работы поедете на работу? Нет. Кто поедет? Вы. Вы какую должны занимать компанию? Очень. Прекрасный. Прекрасный. Ричард. Хороший ричард. Вот вы заходите в компанию, берете любого, кто вам попался, и хладите мусор на слючок. Как ваша компания называется? Нет, не будем говорить. Не будем. Извините. Хотел дать. И говоришь – дружок, а какая стратегия нашей компании? Косой взгляд на вас, попытаясь унюхать, ничего ли не приняли. Проведите этот эксперимент. Если у вас есть замы, сделайте очень простую шутку над ними, жестокую. Позовите первого и спросите, какая стратегия нашей компании, какие наши ценности, какая наша миссия, куда мы идем. Когда он вам начнет говорить все, что вы услышите, посадите его здесь, позовите следующего. Скажите им молчать, чтобы ты не услышал. Вот когда они все пять придут, и каждый из пяти скажет разное, вы подумайте о том, что вам нужно делать прежде всего. Знаете, какая самая популярная пасня отвечает системе менеджмента в Российской Федерации? О чем эта пасня с точки зрения преломления компании? Кто влез, кто подробно, потому что никто не знает совокупные общие цели. Так вот, это первая ошибка. Вторая, мы говорили, это процессы. Все, что связано с процессами в компании, нам четко нужно знать, как ведет себя сотрудник. Нам четко нужно знать и понимать, что происходит, когда мы готовим совещание, когда мы назначаем встречи. Мы должны понимать, мое понимание дает нам ценности. Третья ошибка – печат. Система планирования, привлечения, подбора, удержания, дотации. Ставьте галочки, чего нет. Тишина, у всех все едет. Четвертое, формализация процессов. Насколько мы понимаем, как управлять процессами? Скажите мне, пожалуйста, что такое вакансия? Еще раз, генеральные директора, поднимите, пожалуйста, руки. Что такое для вас вакансия в вашей компании? Как генерального директора? Нет, 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 нет. Вот представьте, вы приходите и вы спрашиваете, почему не сделано? Да не было там человека. Вакансия. Что это для вас? Проблема. И мы начинаем придумывать, а кого бы нам взять? Что мы делаем? В лучшем случае я вам скажу. Просим своего секретаря. Слушай, найди там в HeadHunter похожую вакансию. Поменяй название. Что происходит? Мы берем не тех людей. Они приходят непонятно откуда, как рулетка. Мы не знаем, подходит ли они или не подходит. Есть такой системный вопрос. Мы начинаем анализировать бизнес-процесс, берем положение подразделений и дозволим инструкцию. Нет. Знаете, что нужно делать? И вы мне скажете. Надо посмотреть на тех, у кого эта работа лучше всего в компании получается. Берете этих людей как кальку и ищите им подобных. Только в этом случае подбор будет успешен, потому что все остальное не работает. Именно каким-то уникальным образом те люди, которые наиболее успешны, должны приваливать в вашей компании. Вас будут все такие. Возможно, HeadHunter скоро это сделает в виде работы. Итак, личная эффективность. Этому мы посвятили целый час. У вас щелчок, например, мне скажут, что это такое. Итак, что же делать? Надо осознать потребность, что надо в компании что-то поменять. Следующее. Необходимо внедрить систему менеджмента, которая решит все пять проблем, о которых мы сейчас проговорились, основанную на ценности. Что такое система управления, основанная на ценности? Первое. Это решение двух проблем. Повышение эффективности менеджмента и повышение ответственности, как важнейшей ценности любой компании. Ответственность как во вне, как внутри. Второе. Самое главное. И в целом, можно было бы оставить один этот слайд, и вторую часть говорить только об этом. Мы хотим, как собственники, как директора, чтобы каждый из наших людей вел себя так, как мне директора. Это надо. Заставить людей невозможно. Можно лишь так сделать, чтобы они стали разделять эту точку зрения, основанную на чем-то общем, на том, что человек вовлечен. Я не буду вам здесь рассказать эксперимент о вовлеченности, но если вы заходите, почитайте в интернете огромное количество. Если люди хоть что-то вложили, они будут ценить это гораздо больше, если то, что они не делают. Я приведу самый простой пример. Если бы мы сейчас вас сдали разделение на две части, этим бы отдали лотерейные билеты с номерами, а вам бы дали просто лотерейные билеты пустые, попросили бы вас вписать номер, как вы думаете, при вопросе обратной просьбы продать нам эти билеты, это бы часть вообще какую-то цену бы объявила, кроме номинаров? Нет. А, эта часть что бы сделала? Они бы задрали цену, потому что они стали думать. Это же они писали номер, неважно, выигрышен он или нет. Еще один пример. Он более грустный, но все же. В доме престарелых, людям попробовали, дали возможность. Либо ты живешь в обстановке, которую для тебя создали, либо ты создаешь обстановку сам. Через какое-то время проверили количество доживших и более счастливых, как там, где люди сами себе создали обстановку. Когда ваши сотрудники вовлечены в процесс принятия управленческих решений, когда они вовлечены в то, что что-то создается в компании общее, и от них берется кусочек их «я», они готовы за это биться. В противном случае никогда они не будут отстаивать интересы компаний, если там нет ничего, что принадлежит им. Поэтому, для того, чтобы мы четко знали, как нам необходимо внедрить управление по ценностям, вам проще, и я уверен, что вы все знаете, что такое стружки металлические. Я вот когда в Москве рассказываю, и люди молодежные не знают, что это такое. Я говорю, мы, например, в школе учились на трудах обрабатывать зубила напилингом или еще что-то. Я пытаюсь им другими способами вести. В общем, вы понимаете, что такое стружки. Если бы я сейчас взял чистый лист бумаги, насыпал туда металлический стружек, попросил бы вас дать вам пинцет, лупу и написать какое-нибудь слово. Например, магнит и стружек. Вы бы часто, наверное, потратили на то, чтобы выложить это слово. Сидящий с вами молодой прекрасный человек проходил бы мимо, принося вам кофе, и задел бы стол. Что-то произошло с этими стружками на листе. Могуть бы рассыпались. Система не динамическая, не управляемая. Но если бы мы поставили магнит, они бы упорядочились. Таким образом, общие ценности в компании упорядочивают понимание и восприятие ваших сотрудников. Следующая проблема. Когда мы начинаем работать над ценностями, мы выявляем большие проблемы в компании. Это называется устоявшие штампы и ограничения. Кто мне может привести штампы и ограничения, которые действуют в компаниях? Например, ну, точно, еще, супер. А еще, а то так не принято. Знаете, когда ты предложил и ты делай. Еще что? Перерыв. О, перерывы. И у меня перерыв. Инициатива нахожусь. Ты предложил, ты и делай. Да? А меня за это не уволят. Я вам расскажу очень интересный эксперимент. У него есть несколько форматов. Возможно, вы его слышали, но я вам все же расскажу. Представьте клетку с обезьянами. Ну, не буду в зал пока сидеть. Чтобы вы не обидели себя, это не про вас. Я просто... Представьте. Повесили бананы, дали лестницу и обезьяны. Одна полезла наверх за бананами. Ее окатили холодной струей воды. Окатывали ровно до тех пор, что... И уже сколько осталось? Таким. Окатывали ровно... Можно еще чуть-чуть. Хорошо. Пока она не поняла, что туда им лучше не нахожусь обезьянами. Через какое-то время эту обезьяну убрали, поставили другую. Как вы думаете, кто им полез за бананами? Нет. Нет? Когда заменили всех обезьян на других, как вы думаете, бананы остались все? Да. Представляете, насколько существует каких проблем в каждой из вашей компании, если глубоко покопать о том на самом деле, как общаются между собой сотрудники. Так вот, когда вы начинаете работать с ценностными установками, выявляются ограничивающие штампы убеждения. После стратегической сессии ВТБ я сделал примерно 100 слайдов. Я же за словами проводить, мы были в шоке. Я привел фразы, какие использованные люди на этой стратегической сессии, рассказывая о том, почему они что-либо не делают. Это такие... Это виртуозы. Я вчера был у вас в театре, в прекрасном театре. Я смотрел Мальера с Купой. Так вот, игра актеров по отношению с работой сотрудников, которые пытаются увеличить ответственность, это вообще ничто. То есть, ваши сотрудники дают фору любому комедийному актеру. Это важнейшая вещь. Вы даже не представляете, насколько эффективность ваша может возрасти, если вы идентифицируете их. И, например, что мы сделали? Каждый месяц мы боремся с одним убеждением. Например, это не мое дело. Мы развесили эту фразу в каждом кабинете. Мы поставили визитки, вот такие маленькие, к каждому... Это не мое дело. Сначала сотрудники других подразделений недоумевали, что происходит с этим департаментом, почему это все не их дело. Но люди через какое-то время стали... Слушайте, мы стали ловить себя на мысли, что я прямо хочу это сказать. Но когда я вижу, что кругом это написано, я перестаю это говорить, и начинаю думать по-другому, только так, и не иначе, никак. Нельзя нагречать, и говорить, что это, чтобы я больше этого не слышал, что это сказал в моем следе. Ну, конечно, больше этого не услышите. Он будет это делать. Поэтому... Ну и самая главная задача, о которой я говорил, это повышение рементабельности бизнеса. Когда сотрудник начинает смотреть в одну сторону, эффективность вырастает. Чем можно померить? Какие результаты? Первое, раскрывается потенциал людей. Это то, что мы с вами первый час занимаемся. Вот только представьте, что вы на такие темы поговорите со своими подчиненными. Они скажут, где вы были? Отправьте нас туда. Или дайте нам кто-нибудь послушать, или посмотрите, что вы там ели. Расскажут наоборот. За чем вы туда ходите? За чем вы туда ходите, да? Есть такое понятие. Синергетический эффект. Какой? Синергетический. Да. Когда меняются несколько людей и действуют в этом направлении, я вам скажу больше. По моему мнению, сугубо личному, возможно, вы с ним не согласитесь, самым главным изобретением человека является не колесо. А знаете что? Умение работы в группе. Группа людей. Когда группа, как вы правильно сказали, объединяется, возникает нечто необычайное. Именно вот это вот состояние синергии. Но оно возникает только в том случае, если, а, система безопасна, человек чувствуется в безопасности. Если он готов быть открытым там в ней, и они все действуют заинтересованы в достижении общих целей. Это очень важно. Итак, раскрыт потенциал. Трансформация. Когда вы с сотрудником провели такой час, как я провел с вами, он уже не будет тем, как прежде. Вы отсюда уже выйдете другими сегодня людьми. Если вы сюда заползли гусеницами, то вы отсюда выйдете бабочками. Бабочка в гусеницу превратиться не может. Как бы она ни хотела. Не может. Поэтому произошли кардинальные изменения. У вас нейронные цепи перестроились. Если вы это сделаете, то же самое с вашими работниками, у них произойдет трансформация. Все ошибки, у них возникнет четкое понимание, как стратегия компании связана с операционной деятельностью. Почему так важно понимать, куда идет компания. И на вопрос, что и в чем наша стратегия, через какое-то время ваш сотрудник скажет так, так и так. А еще, если вы хотите, еще больше жестких и жутких экспериментов. Когда вы сегодня придете на работу, вы ему скажете, слушай, мне вот очень интересно, а как лично твой вклад влияет на достижение общей цели компании? Попробуйте поэкспериментировать, вам будет интересно, ведь на самом деле это же ваша ответственность директора, чтобы каждый человек… Вообще, знаете, есть такая простая вещь. Есть два типа рабочих места. Есть хорошее место работы и плохое место для работы. И от вас зависит, в каком месте работаете вы сами. Первое место, чем отличается? Хорошее место для работы, когда всем понятно, что нужно делать. Когда есть показатели от компании до человека. Когда ясно, какие ресурсы ему необходимы. Когда его используют лучшие, максимальные навыки для решения конкретных задач, которые перед ним стоят. И второе, плохое место работы. Когда никто не знает, что можно делать. Когда непонятные результаты, когда что-то даже происходит, и кто-то отбивает из каких-то выдающихся результатов. Никто не знает, радоваться этому или бояться. Потому что завтра может что-то изменится. И могут поставить какие-то платы или что-то еще. Поэтому подумайте, где вы работаете. Коммуникации. Когда вы начнете с сотрудниками так работать, когда ваши ценности станут мерилом и фундаментом отношений, коммуникации внутри компании возрастут. Если кому-то интересно, найдите в YouTube. У меня есть курс лекций. Называется «Кросс-функциональное взаимодействие». Оно в открытом доступе. Посмотрите, я об этом много вам говорю тоже. Следующее. Лояльность. Кто из вас меряет лояльность своей компании? Ну, НПС. Выступающий после меня оратор расскажет вам, что такое НПС и как они меряют лояльность и зачем и почему. Я скажу два слова. Если вы не знаете, насколько лояльны компании и ваши сотрудники, вам очень тяжело прогнозировать вашу деятельность. Попробуйте хотя бы уметь сделать простой опрос. Есть такой сервис, называется «Сюрли Манки». Он бесплатен в интернете. Там есть уже заготовленные шаблоны ответов. Они анонимны. Возьмите и просто поставьте туда свое название компании и разложите всем по почте. Скажите, кто не ответил, того уволю. Как обычно. Через пять минут вы получите от уровня и количества людей в компании количество ответов и посмотрите на эти цифры. Сделайте это через полгода после того, как вы начнете общаться с людьми. Сюрли Манки. Можно даже по-русски буквами на эти цифры. Может быть, есть другие, я просто их не знаю. Следующее. Нам не нужны люди, которым мы все время указываем, что делать. Нам нужны самостоятельные сотрудники. когда человек может проявить самостоятельность на работе. Кто скажет? Когда нет давления. Что еще? Что такое степень свободы человека, работающего по найму? Давайте еще раз. Свобода. Это что? Это да. Вот сейчас про свободу хочется договориться. Когда он понимает? О, отлично. Значит, у него есть определенный уровень полномочий и есть уровень ресурсов. У кого есть матрица делегирования полномочий в компании? Почему руку не поднимаете? Есть. Если вы не знаете, что это такое, то это очень простая таблица. С одной стороны, должность, с другой стороны, степень принятия решений, а между ними крестики. А в крестиках можно еще сумму написать. Так вот, когда у вас простая матрица принятия решений по всем ключевым вопросам компании, у вас нет проблем для того, чтобы орать на все первые, которые завтра уводятся и подрядцы ты не сделаешь. Человек сам понимает и испытывает чувство свободы. Как мерить результат эффективности внедрения системы управления основной по ценностям? Я оставил только один слайд, у них пять. Любой показатель. Продажа доли рынка, прибыль, число клиентов, повторные покупки, коэффициент исполнимости, стандарты. Что еще? Все, все, все. Исполнительные дисциплины. Они текучести. Кстати, вам будет интересно послушать последний радиоэфир с пониманием, что такое текучесть. У кого есть понимание, сколько текучесть вашей компании? Нет кадров, нет текучки. Нет кадров, нет текучки, браво, нет человека, нет проблемы. Если у вас есть текучесть какая-то, то есть количество уволенных, да, к чем принято? посчитайте. Если вы раньше считали, у вас есть какой-то коэффициент. Вы задаете все розницы? Много или мало? У кого есть розница? Сколько текучесть примерно у вас? У нас нет текучести. У нас только в декрет уходит. Покажите секретный стул, на который женщины со славянки будут приезжать и садиться, чтобы уйти в декрет. Пять человек так вот, понятие текучести это еще только понятие верхнего уровня. Для того, чтобы разобраться в вашей текучести как хорошо или плохо, нужно понимать а сколько стоит человек, сколько стоит прием, сколько стоит адаптация. И в конце концов финансы же все, вы понимаете, что это финансы, когда мы что-то хотим, например, открыть новое подразделение, мы запомним книгу и яму. Ну, понимаете, да, чем я говорю? Инвестиционная окупаемость. Вот, например, вы решили что-то делать. Вот это наши затраты. Вот здесь мы выходим на какую-то операционную показательную. Вот здесь, когда мы достигаем прибыли, мы получаем точку безубытости. Break even point. Вы знаете точку безубытости каждого вашего сотрудника? А потом посчитайте коэценки кучести. Чтобы избавиться от каши в голове, вообще каша прекрасная, самая лучшая блюда любого гениального директора, нужны цифры. Как только вы все оцикруете, ваши деятельности превратятся в удовольствие. Вы будете знать все, что происходит с вашей компанией. Начиная от приема увольнения, качать от того, что это кэшфлоу. Кто знает разницу между кэшфлоу и профит и лосс? Учетники. Но это рядом. Кэшфлоу, это преступление, а выручка, Денежный поток. Итак, что такое кэшфлоу? Денежный поток. Он нам показывает есть ли у меня деньги для обслуживания операционных нужд моей компании. Что такое отчет о прибылих и убытках? У нас один, да? Да, это показывает тоже, есть ли у меня прибыль в компании или нет. Это разные вещи. Но, пожалуйста, я хочу, чтобы у вас у всех были. Чтобы вы просто каждое утро смотрели, какой этот процент выполнения профитов отчета прибыли и убытки. И еще очень важный момент задуматься о том, что является единицей вашего бизнеса. Чтобы вам было понятно, чтобы я вас не мучил оставшиеся три минуты, я могу сказать вам, у меня есть один клиент, у меня школа, школа, как же это называется, ментальный арифметик. Она пройдет по франшизе по всей стране, у нее класс. Как вы думаете, я ей задал вопрос, что является единицей измерения твоего бизнеса? Она долго думала, мучила, 3 дня мучила. Что? Может, у кого-то и сидели? Привет. Привет. Нет. Еще дать 2 секунды дам. Ну, есть какие-то идеи? Что может быть, если человек как класс, где он учит детей чему-то? Субаренда стула в час. Это ее бизнес-модель. Подумайте о том, какая модель вашего бизнеса. Это важнейший элемент, который расчищает всю кашу в голове у собственника. Итак, как сделать? Три стадии. Выбор общих ценностей, принятие общих ценностей и внедрение управления основанной ценности. Президентацию пришлю. Итак, что нужно сделать? Выбор общих ценностей. Мы с вами провели стратегическую сессию. Выбрали. Второе. Идентифицировать ограничивающие штампы убеждения. Третье. Принятие общих ценностей. Когда все вот здесь сидящие в зале провелся эти три ценности, теперь мы считаем нашими. Четвертое. Реализация управления процесс примерно год. Для того, чтобы люди стали жить, чтобы у них ценности из знают. Потом мы узнаем, что мы что-то не знаем. Потом мы предлагаем усилия, чтобы что-то узнать. И потом мы знаем то, что даже нам не дали об этом палиться. Поэтому кто из вас вводит машину, иногда может красить ногти, красить губы, причёсываться, одновременно левой рукой или писать смс-ки, введя машину. Вот это называется уровень бессознательного владения автомобилем. Итак, сопротивление реакции. Это вещь, когда люди вам начнут говорить. «Да ты чё, зачем ты это притащила к нам сюда на работу? Это не нужно, это не будет работать, не надо нам никакие цели, мы хотим жить, как мы жили, в нашем болоте нам хорошо». Это первый ответ. И много-много будет вопросов быть готовы к тому, что если вы что-то захотите применять в вашей компании, будут сопротивления реакции. Но единственное, что не могут украсть ваши конкуренции, единственное, что остаётся ценностью вашей компании, это ваша культура. Всё остальное можно скоприровать. конкурентом склонировать ваших людей. И если люди, заряженные у вас работой, приносят результат, вы в шоколаде. Обычные люди, обвинённые вокруг общих ценностей, способны достигать великих результатов в счёт развития себя и компании, в которой они работают. Спасибо вам большое за это. Это мой контакт, если вам будет нужно, я сейчас переоденусь и буду здесь, в районе кофебрейков. Юра, передаёте мне мне вопрос. Спасибо. Спасибо.